Поэтому создать, значит, моему мнению, если подразумевать подплатежные системы создание возможности для российских банков между собой рассчитываться в рублях, то это должно, давно должно быть сделано и, конечно, сейчас будет сделано. Будет сделано. Это не является какой-то сверхъестественной проблемой. То есть вот это хостинговые расчеты межбанковские, они просто обязаны быть. Это нормальное явление, но это только часть проблемы. А вот то, что подразумевается, допустим, под заменой Visa и MasterCard. Вот здесь я вижу риск того, что будет сделана дорогостоящая какая-то вещь, выгодная исключительно каким-то конкретным банкам, может быть, да, или тем, кто будет ее делать. Но потребителю это может оказаться совершенно ненужной услугой. Потому что и сейчас, даже используя Visa и MasterCard, зарплатных карт сразу чуть ли не 80-90% денег снимается просто в наличной форме. И лишь там 10-15% в магазинах тратится. Если Visa и MasterCard вытолкать, то потребность в наличии в кредитной карте резко снижается просто у человека. Потому что ему проще наличными рассчитываться. Сейчас в России, кстати, инфраструктуру, в том числе для карточного бизнеса, лоббировали как раз и создавали в те же Visa и MasterCard. Если они не будут в этом заинтересованы и не будут участвовать, то и та слабая инфраструктура, которая создана, она уже и то зачахнет. Потому что, в принципе, люди у нас не привыкли рассчитываться кредитками. И это неудобно еще пока просто. Это просто неудобно. Значит, придется насиловать людей. Как предлагают у нас некоторые представители банковского сообщества, прежде всего крупных госбанков. Давайте изнасилуем людей, заставим их пользоваться кредитками. То есть, чтобы они вынуждены были те или иные покупки просто через кредитную карту. Навяжем их ненужную какую-то карту. Заставим переводить ту зарплату, заставим платить кредит. Но это будет просто неудобство. Это будет просто обязаловка, неудобство, вредное для всех. Плюс это будет дорого. Они же в комиссию будут внедрять. Даже сейчас, когда они сделали закон, направленный против Visa и MasterCard, если Visa и MasterCard просто останутся даже в этом варианте, они просто поднимут цену за свои услуги. Значит, они переложат эту цену, что с них требуют, на пользователей карт. Уверен, что цена тех, кто будет в национальной платежной системе, еще больше будет. Потому что я уверен, что наша система окажется еще более дорогой. А уж если уйдут другие, она точно будет более дорогой. То есть она будет ненужной, неудобной, дорогой и неинтегрированной с западными системами. А поскольку большая часть людей использует как раз кредитную карту за границей, когда ездят, здесь она и так трудно ей пользоваться. Лучше, легче наличными рассчитываться везде. Потому что я говорю, во многих местах еще нет соответствующих условий. Если в кино, я хожу в кино, кто-то решил расплатиться, когда покупаешь воду, кредитную карту, все, вся очередь полчаса должна ждать, пока там что-то сработает. То есть это явное неудобство просто для всех. Проще дать 100 рублей за воду наличными. Поэтому я считаю, что в этом варианте получится, что люди получат головную боль, дорогую какую-то услугу, ненужную. Все в большей степени будут просто снимать наличные сразу же с этой навязанной карты. А для того, чтобы ездить за границей, все равно потребуется виза и мастер-карт в какой-то форме. И будут какие-то способы, тем не менее, функционирование западных карт искать. Потому что людям надо, когда они приезжают за границу, там действительно большая часть расчета в карточной форме осуществляется в электронном виде. И поэтому им там необходимы карты. Это, конечно, и второй риск. И последний момент. Это еще также непонятно. Когда я увидел этот проект, был заявлен, как на самую платежную систему, вдруг я считаю, что он будет... Поскольку мы отказываемся от виза и мастер-карт, надо как-то интегрироваться с саббанной системой. Я в проекте вижу такое, что оказывается, он будет интегрирован через систему CLS, так называемую. Continuous Link Settlement это называется. Это система, которая предусматривает безусловную котировку валюты в клиринговой системе, которая находится в Нью-Йорке. Вот эта CLS-система, она подчинена Федеральному резервному банку Нью-Йорка. И там торгуется только доллар и 17 валют ближайших союзников США. Это фактически частичная даже переуступка права эмиссии, поскольку клиринг и расчеты по валюте идут полностью независимо даже от Центрального банка страны. То есть часть своих функций Центробанк уступает. В данном случае это будет еще большая значительная привязка к мировому финансовому сообществу, чем, условно говоря, виза и мастер-карт. Намного большая. То есть вхождение в систему CLS это полная привязка и очень рискованная. Даже больше гораздо, чем, допустим, вхождение в систему Евроклир по ценным бумагам. То есть когда ценные бумаги торгуются на другом рынке. А тут, представьте, валюта полностью переходит в режим торговли где-то в Нью-Йорке. То есть получается, для того, чтобы избавиться от визы и мастер-карт в электронных расчетах, мы под видом национальной платежной системы всю валюту вообще перейдем на торги в Нью-Йорке. Вот этого понять я не могу. То есть как можно реализовать свою финансовую независимость подобным способом. Поэтому я вижу здесь колоссальное количество противоречий и вопросов, на которых ответов нет.